Всем привет, ребятки! У меня есть свободная минутка, поэтому давайте проведем ее с пользой. И сегодня я хотела бы поговорить с вами о здоровой коже и как к этому прийти. Слушайте, наверное, сейчас, глядя на меня, просматривая мои видео, вы подумаете, что она может знать о проблемах с кожей. Так вот, поверьте мне, я их сама себе создала 4 года назад и приблизительно 2 года с этим совсем боролась. В первую очередь, боролась, наверное, с собой, со своими какими-то дурацкими привычками. В первую очередь, я перестала расцарапывать себе лицо и нашла себе другое занятие. Если вам интересно, как избавиться от дурацкой привычки, чтобы что-то постоянно расцарапывать, давить и так далее, пишите внизу. Я думаю, что много есть у нас таких фанатиков. Вот, и я избавилась от этой дурацкой привычки. И сегодня я хотела бы рассказать вам о том, что же помогло мне привести мою кожу в порядок. Первый и самый важный момент – это питание. И тут я не хочу пропагандировать правильное питание. Каждый сам решает, что есть. Просто присмотритесь, на что ваша кожа сильнее реагирует. В моем случае это жареное, сладкое, даже мучное. И я не могу много есть острого. Когда я что-то ем из фастфуда, обязательно появляются какие-то высыпания. Поэтому не всегда имеет значение только то, что мы мажем вот здесь на себя. А очень важным является то, что мы принимаем вовнутрь. И вот сейчас многие говорят по поводу воды, что надо пить воду, там пятое-десятое. Вы сами для себя решайте. Но если у вас кожа обезвоженная, точнее вы думаете, что она сухая, она может быть обезвоженной, начните пить много воды. Если ваша пищеварительная система начнет по-другому работать, соответственно, ваша кожа может измениться. Поэтому хотя бы попробуйте перестать есть только сладкого, либо же отказаться от слишком соленых, к примеру, острых продуктов. И посмотрите, как отреагирует ваша кожа. Возможно, это не будет ключом к успеху, но попробовать стоит, потому что это самый, наверное, дешевый способ проверить, как отреагирует ваша кожа. Очередной момент – это демакияж. И это, скорее всего, самая большая моя проблема была, потому что я использовала только какой-то легкий гель для умывания и иногда даже просто мицеллярную воду. Так вот, у меня были проблемы с кожей. Я использовала очень стойкие, очень плотные тональные кремы и пудры. Это была серия Estee Lauder Double Wear, которая очень классная. Я не спорю, но для моей кожи это было too much. И такие средства надо смывать очень хорошо водой. Многие используют корейские бибикремы. Не забывайте о том, что их тоже надо смывать специальным вообще гидрофильным маслом. Девчонки, я прозрела в тот момент, когда в моем арсенале появился тоник отшелушивающий от клиник. Я приняла душ, смыла все своим гелем для умывания и мне показалось, что кожа чистая. Вообще, какие могут быть вопросы? Я потом взяла ватный диск, провела по лицу и обалдела. Ватный диск оказался в тональном креме. Так вот, многие, кстати, боятся тоника от клиник, но это, наверное, один из самых популярных вообще продуктов с кислотами. Я об этом расскажу позже. Не стоит бояться спирта, потому что салициловая кислота работает именно в сочетании со спиртом. Но я вам потом расскажу о том, что этот спирт испаряется, он не попадает на нашу кожу в таком количестве, которое могло бы нам навредить. Главное найти свой тип, их там аж 4, по-моему, варианта, но об этом мы поговорим позже с вами. Такая интрига маленькая. Так вот, я считаю, что до макияж стоит проводить как минимум в два этапа. Первое, это смываем первый слой косметики, к примеру, это может быть мицеллярная вода и потом какой-то гель для умывания пенкой, что вы там хотите. Можно использовать только какую-то хорошую пенку. И, девочки, не используйте мицеллярную воду вместо тоника. Обязательно мицеллярную воду надо смывать с лица. Это не тоник. Вы представляете, какие там серьезные какие-то химические зачитания, которые смывают даже стойкий айлайнер, стойкий тональный крем. Все, что у нас на лице и потом вот эта вот вся химия остается у вас на лице. Пожалейте свою кожу, смывайте мицеллярную воду. Далее, вода, которой вы умываетесь. Используя те же самые средства здесь и у мамы на Украине, я вижу, какая разница есть. Потому что на Украине у меня кожа сразу в каких-то высыпаниях, непонятно, что с ней происходит, она бунтует. Попробуйте использовать, к примеру, только тоник. Не умывайтесь, а протирайте лицо тоником. Это может быть сложным этапом, но попробуйте, стоит. Либо же умывайтесь не проточной водой, а, к примеру, минеральной. Еще один момент. Попробуйте совсем отказаться от косметики. На ночь не использовать ничего. Вот вы смываете, да, и проверьте, как реагирует ваша кожа. Возможно, вот в моем случае было так. Я ее очень сильно сушила. Мне подобрали вообще уход для жирной кожи, что какой-то абстракции мне сейчас кажется. Потому что у меня кожа нормальная и зимой она сухая тоже. В общем, девчонки, попробуйте отказаться от всего и посмотреть, сколько севом же выделяет ваша кожа. И, возможно, спустя неделю окажется, что ваша кожа не нуждается в таком количестве средств, которые вы используете. Я, к примеру, бьюти-блогер, да, я просто чисто ради интереса использую какие-то продукты, средства. Но мне кажется, что даже я использую очень много. Ну, я просто тестирую, мне хочется найти что-то новое, поделиться чем-то с вами. Но не надо скупать сразу, не знаю, там, 5 кремов, 3 сыворотки и все это в себя втирать. Нет, зачастую кожа в чем-то таком не нуждается. Далее, личный момент, но очень важный, это полотенце. Всегда используйте полотенце, которое предназначено только для лица. Да, не для тела, не для лица и рук, отдельно я в свое время, когда боролась со своими высыпаниями и так далее, с какими-то проблемами, я использовала одноразовое бумажное полотенце. И, в самом деле, вот такие вот маленькие элементы могут сделать огромную разницу. Попробуйте, потому что это буквально ничего не стоит. Меняйте как можно чаще ваше постельное белье, потому что вы, как многие из вас, намазывают крем и тут же ложатся спать. Мало того, что ваш весь уход отпечатывается на подушке, так еще и очень часто бывают какие-то воспаления на коже. И вот эти вот все бактерии тоже оседают на подушке. И потом вы уже со здоровой кожей ложитесь, и эти бактерии опять переседают к вам на кожу. Парадокс, согласитесь со мной. Поэтому как можно чаще меняйте наволочки. Вы знаете, что я никогда не пропагандировала только натуральную косметику, только экологическую. Я пробую и то, и другое. Что-то мне нравится, от чего-то я в восторге, а что-то мне абсолютно не подходит. Все мы разные, и на нас работают, соответственно, разные средства. Но с тех пор, как я начала обращать внимание на состав продуктов, я определила, что мне абсолютно не подходит парафин в кремах. И даже для сухой кожи это может быть спасение. Потому что парафин позволяет нашей коже сохранять влагу. То есть, естественная влага не испаряется из кожи благодаря парафину. Но лично в моем случае, лично с моей кожей сухой парафин влияет негативно. Забиваются поры. Я вижу бугорки сразу на лице. И я знаю даже в каких местах появятся какие-то проблемы. Поэтому я стараюсь его избегать в составах кремов. Но я решила попробовать косметику, к примеру, Avene. И потом посмотрим, как моя кожа отреагирует еще на аптечную косметику. И я очень не люблю, когда кремы меня обманывают, так скажем. И зачастую есть силиконы, даже в дорогих кремах, которые создают эффект очень гладкой кожи, ровненькой. И на ней очень красиво смотрятся все тональные кремы и так далее, и так далее. Девочки, когда вы это все смываете, то видите свою кожу и видите, что ее качество, так скажем, абсолютно не изменилось. А кого это устраивает? Меня лично не устраивает. И силиконы это ничего хорошего. Если у вас, конечно же, возрастная кожа, тогда да. Если у вас какое-то серьезное событие, вы хотите выглядеть на миллион долларов, тогда, конечно же, можно использовать и базу с силиконами. Но уход есть уход. Я считаю, что некоторые компоненты можно исключить. Я когда-то приду к тому, что я буду проверять каждый компонент просто ради интереса. Меня это настолько интересует. И я думаю, что я бы с удовольствием закончила какую-нибудь косметическую школу, но пока... То есть университет. Но пока, вот насколько мне время позволяет, возможности мои, я проверяю состав кремов и попробуйте просто присмотреться к тому, что вы мажете на себя. Не просто красивая упаковка, а что же находится внутри. Далее. Подобрать правильное тональное средство. И вот многие говорят, ты не знаешь, у тебя кожа не жирная и так далее, и так далее. Девочки, я никогда не говорила, что я являюсь ярой фанаткой люкса, либо же масс-маркета. Нет. Есть средства более дешевые, которые мне нравятся. Но зачастую стараюсь выбирать более дорогие тональные кремы, потому что они как-то лучше работают с моей кожей. Признаюсь вам честно, хотя есть неплохие. Даже из масс-маркета. Но из масс-маркета мне нравятся в основном более плотные какие-то кремы. И даже L'Oreal, которые я очень уважаю, и у них очень классное тональное средство, для меня слишком плотный. Но иногда у меня появляются высыпания именно после неправильно подобранных тональных кремов и очень плотных. Так как я сказала, масс-маркет в основном не подходит тот, который плотный и красиво выглядит на коже, но после него у меня какие-то проблемы. Поэтому я выбираю что-то более легкое. И просто попробуйте сменить тональный крем. Возможно, эталон забивает вам поры, и эталон является виновником всех ваших проблем. Еще в свое время я отказалась от механических пилингов. Что это такое, для тех, кто не знает. Это все те, которые содержат какие-то очень такие острые частички, которые сдирают нам верхний слой кожи. И многие любят такой пилинг, потому что он отшелушивает кожу, но он не работает глубоко в коже. То есть, если у вас какие-то подкожные проблемы, то этим пилингом вы себе кожу не сдерете, а вы, скорее всего, только ухудшите ее состояние. Я настойчиво вам рекомендую попробовать кислоты. Причем пойти к косметологу, либо же к дерматологу, если у вас очень серьезные проблемы, и попросить, чтобы вам подобрали правильный кислотный уход. Возможно, это будут какие-то пилинги. Сейчас осень, зима – это как раз то время, когда можно делать все эти процедуры. И даже нужно. И вы посмотрите, ваша кожа будет более эластичной, более выработка коллагена улучшится, и вы посмотрите, ваша кожа будет лучше сама увлажняться. Она, возможно, станет более матовой, у кого жирная кожа, то есть не так сильно будет выделяться себум. В общем, вы видите, как сильно я люблю тему ухода за собой, особенно за лицом, потому что лицо – это наша визитная карточка. И любите себя, будьте красивыми и ухаживайте за собой. Обязательно уделяйте внимание себе, не забывайте о том, что вы – это самое ценное, что у вас есть. И если вы полюбите себя, вас также будут любить окружающие. Поэтому не забывайте о себе обязательно. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.